Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели, программа Разворот, поскольку сегодня у нас все-таки 14 февраля, день всех влюбленных, день Святого Валентина. Сегодняшний Разворот будет посвящен, ну, я бы не сказал, что все-таки легкой теме, потому что для музыкантов это действительно тяжелый труд, но вы получаете от этого удовольствие. И сегодня в нашей студии лауреат и победитель международных конкурсов, выпускник Российской Академии Музыки имени Гнесиных и также Амстердамской консерватории, саксофонист Виталий Ватуля. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Ну и да, сразу, может быть, о том, что сегодня как раз-таки у наших слушателей будет возможность услышать и увидеть вас замечательный концерт в англиканской церкви, посвященный Дню всех влюбленных, такая романтическая атмосфера. И я думаю, что как часто вообще саксофон звучит в церкви? То есть обычно все-таки считается орган главный как бы инструмент церковный, но вот насколько саксофон вам приходилось ли, ну вот часто ли выступать в церквях? Ну, в церкви он звучит достаточно часто, особенно в Европе, и он с органом сочетается, мне кажется, наравне с голосом, потому что это однородный инструмент, это однородный духовой инструмент, как и орган. И сейчас, да, саксофон, вот именно последние, мне кажется, несколько лет саксофон и орган стало достаточно популярной такой вот комбинацией в концертных залах также и также в церквях. Но это зависит, конечно, от церквей самих. Если это концертная площадка, они представляют свое помещение как концертную площадку, конечно, саксофон наряду с другими инструментами там приставлен. Насколько, как концертная площадка, вот особенности, может быть, вот церкви как концертной площадки? Ну, я бы не сакрализировал, честно говоря, потому что мне приходится... Ну, акустика, я имею в виду, вот может быть, такие вот... Если саккустика, да, это особое место, потому что очень часто, если церковь большая, то звук возвращается довольно поздно. И как исполнителю нужно привыкать, нужно привыкать, чтобы слушать себя в отражении, и чтобы слушатели тоже чувствовали, что все под контролем. Может быть, несколько слов о программе вечера, что прозвучит сегодня, какие произведения, это будут произведения классического репертуара или, может быть, популярная музыка в такой аранжировке? Это большей частью популярная классическая музыка, и несколько аранжировок будет для саксофона, сопрано-голоса и органа. Ну, то есть, несколько сюрпризов мы готовим сегодня вечером. Как вообще вы пришли к музыкальному этому инструменту, к саксофону? Насколько он популярен в среде академической музыки? Поскольку, видите, вы учились, я понимаю, вот именно играть на нем в академической среде. Да, изначально с первых моих минут занятий на саксофоне это был академический классический саксофон. И хочу напомнить, что саксофон был создан как классический инструмент, и с момента создания, с середины XIX века, он постепенно развивается как классический инструмент. Только в начале XX века, когда был бум джаза, саксофон занял лидирующее место в этом жанре, и большинство людей до сих пор ассоциируют саксофон с джазом. Но академический саксофон, он это очень сильный, сейчас сильно развивающийся инструмент. До сих пор он самый, в общем-то, молодой из всех духовых инструментов. И до сих пор неизвестно все его возможности. А возможности этого инструмента, мне кажется, что они в ряды выше, чем все другие существующие духовые инструменты. Насколько, вот если говорить, мы говорим про академическую музыку, насколько много произведений написаны для саксофона, и не приходится ли чаще прибегать к аранжировкам, обработкам произведений для того, чтобы их переписать для саксофона? Да, вы сейчас затронули самую больную тему саксофонистов, это репертуар. К сожалению, сейчас, я скажу про 20 век, саксофон был во многих странах запрещен, в том числе в Советском Союзе в середине века. И поэтому, и он ассоциировался с буржуанским инструментом, и поэтому мы пропустили тот золотой век, который мог бы быть, когда и Шестакович, и Рахманинов, и Проховьев могли бы написать что-то для саксофона соло, или концерт, или какое-нибудь другое монументальное произведение. И сейчас считается, что вот в то время, когда мы живем, то есть начало 21 века, это считается золотым веком саксофона, потому что сейчас бум, абсолютный бум написания именно произведений для саксофона всеми живущими композиторами. — Насколько вам, ну вот, вам удается ли найти своего композитора, то есть тех, кто, может быть, пишет музыку специального для уже конкретного исполнителя? — Я нахожусь в поиске, постоянно сотрудничаю с композиторами, и вот совсем недавно в рамках фестиваля, который я провожу в Москве и Санкт-Петербурге, мы делали несколько премьер, и в том числе были написаны специально две сонаты московского композитора Алексея Курбатова и французского композитора Жанда Немиша, который мы премьеры представили на фестивале. То есть процесс, это такой процесс, который не заканчивается, да, и я не могу сказать, что я нашел своего какого-то композитора, но при работе с каждым новым композитором или даже тем композитором, которого я уже знал, это всегда, ну, с чистого листа, я бы сказал, да, такой лайф-экспириенс. — Но насколько их сейчас много, композиторов, которые пишут музыку, именно еще и для саксофона, вот насколько в академической среде сейчас, все мы понимаем, что, ну, наверное, для каждого композитора очень важно, чтобы его музыка исполнялась, а существует некоторое, ну, не то чтобы предубеждение, но вот публика, ведь ее очень тоже тяжело раскачать, потому что есть какой-то вот золотой фонд классики, который привлекает слушателей, которые вот уже слушатели хотят, приходя вот в концертный зал, услышать. И если это вдруг будут какие-то, ну, неизвестные имена, неизвестные произведения, вот не отталкивает ли это, не настораживает ли это публику, то есть вот как вы видите в эту проблему? — Это зависит, в первую очередь, от публики, от публики, которая привыкла слышать и ходить на те произведения, на тот репертуар, который она знает. И это, в общем-то, я бы сказал бы, это не самая сильная сторона этого вопроса. Но каждый раз этот процесс, он совмещен с просвещением. То есть каждый раз, когда исполняется что-то новое из современного репертуара, из кроссовера, важно донести до слушателя те моменты, на которые он должен обратить внимание. Или погрузить его в то время, когда было написано это произведение, или в те жанры, которые представлены в этом произведении, чтобы были зацепки. Чтобы потом в следующий раз, чтобы ему в первый раз было понятно, а второй раз он захотел уже прийти еще раз. — То есть нужно, получается, сочетать в концертной программе какие-то имена громкие, громкие произведения, может быть, менее известные для того, чтобы публика, проглотив как популярное произведение, все-таки привыкала слышать и, может быть, каких-то не... Ну, очень плохое слово, не раскрученные имена, то есть не те, которые на слуху. — Да, есть два, на мой взгляд, два таких направления. — Это или играть что-то, объединенное одним концептом, как вся программа, и в ней вставлять какие-то новые произведения. Или это называется тип лазаньи, когда идет какое-нибудь известное произведение, и потом что-то новое тоже. Ну, то есть всегда это... Это не может быть только новое. Да, тогда это, конечно, будет очень трудно для слушателя. — Еще, наверное, один интересный момент, насколько отличается исполнение перед аудиторией на концертах и работа музыканта в студии, когда он записывает музыку для альбома. Вот здесь в чем, как разница вот этих выступлений? — Я последний год провел в студии, поэтому для меня это очень такой животрепещущий вопрос. Мне кажется, самое важное при работе в студии — это сохранить концертное выступление, так сказать, концертное настроение. Что это вот здесь и сейчас происходит. То есть не уйти в рутину. И, как вы знаете, наверное, лучшие записи, ну, не лучшие, а более живые записи, они получаются с концертов. Но есть огромное преимущество работы в студии, то, что можно исправить и сделать так, как ты хочешь, уже работая со звукорежиссером. Но я думаю, что главное — это оставить вот это свежее ощущение, то, что ты выступаешь сейчас, здесь и сейчас. Но то, что в студии можно действительно перезаписывать, добавлять какие-то, ну, вот заменять куски, вот это преимущество или, наоборот, минус? — Это зависит от репертуара. Если это репертуар камерный, классический, это только в минус идёт, в большей части. Если это современный репертуар, то почему бы нет? Это работает лучше. — У нас, кстати, есть возможность послушать одну из ваших записей. Но, может быть, перед тем, как я попрошу звукорежиссера найти в папочке студию в числе, там единственный вот этот трек лежит, вот, может быть, вы могли бы представить его, рассказать несколько слов об этом произведении? Что это? — Это очень комичное, я бы сказал бы, произведение. Называется «Дьявольский ректайм» французского композитора Кристиана Лаба. Но оно написано под псевдонимом. Его псевдоним — Жан Матития, под которым он пишет музыку, которая, так сказать, не очень серьёзная. Поэтому это ректайм. — То есть он как будто бы стесняется немножко от того, что популярные произведения. — Он в этом жанре пишет под своим псевдонимом. А под своим именем он пишет достаточно современную, очень иногда сложную музыку. Можно сказать, как Кир Булычёв, который под псевдонимом Кир Булычёв писал фантастику для детей, а будучи учёным, он выпускал научные публикации под своим настоящим именем. — Да. — Что это? На каком-то альбоме было записано? Что это? Могли бы ещё сказать? — Да. Это мой первый альбом, который я выпустил со своей супругой и моим партнёром Марией Немцовой на лейбле «Ок Классика». И да, это диск записан в 2015 году. — Это популярная музыка, ректаймы? — Нет, это единственная такая лёгкая музыка из всего диска. Там представлена соната Франка скрипичная, там представлена фантазия на тему Кармен, вокалист Рахманинова. — Ну и сейчас вот мы услышим вот этот дьявольский ректайм в исполнении Виталия Ватули. — Сегодня в нашем развороте лауреат и победитель международных конкурсов. Саксофонист в Италии Ватули. У вас есть возможность вот сегодня услышать его на концерте в Англиканской церкви. Это будет специальная такая романтическая программа при свечах. Ну и завтра тоже, 15 февраля, очень интересная программа, где будет звучать музыка и пьецолы, и марчелло, и много и рахманинов. То есть я смотрю, что очень много такой, ну, вдохновляющей, красивой музыки. Скажите, вот вам приходилось играть, ну, то есть мы уже скажем, что саксофон, он принадлежит как академической музыке, джазу, популярной музыке. Вот участвовать, может быть, в каких-то джазовых выступлениях или играть популярные мелодии, какие-то обработки, может быть, поп исполните, как это делал. Там, например, господи, знаменитый саксофонист, вылетела фамилия из головы, но неважно. Ну, на уровне, как бы, на своем уровне я могу играть джазовые какие-то вещи, но я хочу сказать, что так как я классический саксофонист, это немножечко абсолютно разные жанры, и самое главное, что это разная физиология и даже аксессуары, которые я использую для игры. Поэтому это может быть, ну, максимум, куда меня, как бы, заносило, это кроссовер, это смешение жанров. Но так, чтобы это была чисто джазовая музыка, чисто джазовая, ну, вот именно жанр, то это, наверное, я сравнил бы с... Есть классическое фортепиано, да, есть джазовое фортепиано, да, то же самое с голосом. И здесь можно хорошо делать или одно, или хорошо делать другое. Здесь посередине, то есть она такая не очень твердая почва, я бы сказал. Потому что я сразу вспоминаю, ну, вот исторический анекдот, когда на встрече с министром культуры Фурцевой вдруг, ну, там она разошлась и попросила Рихтера, Святослава Рихтера, подыграть ей, она хотела спеть бублики, купите бублики. И Рихтер, значит, взволново сел, и он никак не мог попасть, то есть он немножко пытался как-то импровизировать, облагородить эту мелодию, после чего она махнув руку и говорит, и за что тебе Рихтер дали там государственную премию, я не пойму. Вот, сказала Фурцева. Да, ну вот, насколько действительно вот эти переходы, вот, ну, это, есть ли для возможности для джазового сексофониста попытаться играть в классики, или это все-таки, ну, действительно, вот очень такие разные... Ну, если начать как бы с самого начала, то база, в принципе, у всех современных джазменов, она классическая. И потом идет разветвление на каком-то этапе, когда уже есть понимание культуры звука, понимание, ну, то есть той самой технической базы, идет разветвление в джазовую музыку, в джазовое мышление, и идет разветвление в классическую музыку, классическую современную музыку в том числе. Вот, и просто эстетика разная. Ну, я надеюсь, что публика, которая придет, вот, как раз на концерты, она услышит, вы сказали по поводу кроссовера, услышит какие-то произведения. Вот как вы относитесь к кроссоверу? Насколько это вот, ну, жанр, который близок, не близок? Вы знаете, кроссовер, это не только к музыкальному жанру, я бы сказал бы, потому что, относится, потому что сейчас даже формат концерта, он перестал быть однородным, однородным в плане того, что на сцене находится музыкант, и на него все время смотрят, да? То есть, это уже кроссовер идет в смешении мультимедиа, текстов, разных жанров театральных постановок и музыкантов в том числе. И сейчас, так как мы живем в таком глобальном пространстве, все идет вот в сторону смешения. Очень редко можно сейчас встретить уже что-то такое вот, да, однородное. Вы организовали вот совместно с Марией Немцовой международный проект «Музыка за мир» и вот посещали более там 20 стран с благотворительными концертами и мастер-классами. Может быть, несколько слов вот об этом проекте, что это для вас? Для нас это такая большая часть жизни. Проект был основан 10 лет назад, и идея проекта в том, что мы ездим в постконфликтные точки и страны и играем благотворительные концерты и даем мастер-классы для студентов в этих местах. И по прошествию мастер-классов самым нуждающимся музыкантам мы оказываем поддержку и приглашаем их в Москву и Санкт-Петербург на гала-концерты. То есть им даем таким образом трамплин профессиональный, чтобы они себя почувствовали вот в этой профессиональной среде. И уже 10 человек, которых мы из разных стран привезли, мы очень горды тем, что они продолжают свою профессиональную карьеру в лучших вузах мира, начиная с США, заканчивая Европой и в тех странах, откуда они тоже приехали. И параллельно из этих гала-концертов в какой-то момент мы поняли, что так как в течение проекта к нам присоединилось очень большое количество профессиональных музыкантов, с которыми мы ездили в эти страны, мы не смогли уложить все наши гала-концерты в формат гала-концертов, и появился фестиваль «Реформерс», фестиваль актуальной классики. И вот сейчас он недавно совсем закончился, это уже второй фестиваль. Насколько сложно все-таки в семейной жизни жить бок о бок с своим практически партнером по сцене, то есть ваша жена пианистка, то есть находясь в одной области, вот это не вызывает ли конфликт интересов, то что иногда может быть какие-то профессиональные вопросы, продолжаются еще дома, то есть вот, или вы умеете отстраняться, абстрагироваться от этого? Ну, это наша жизнь, конфликта интересов не возникает, потому что я не играю профессионально на фортепиано, а моя жена не играет на профессиональном саксофоне, вот, поэтому мы как-то, мне кажется, дополняем друг друга. Нет, ну вот я имею в виду, что может быть обсуждение каких-то профессиональных там вещей, насколько вот говорят, что нельзя брать работу домой, то есть все-таки дома надо быть, говорить о семейных делах, то есть чтобы не загружать, перегружать себя. Нет, я не могу сказать, что это как-то мешает, это, мне кажется, только помогает. Ваш инструмент, вот, саксофон, насколько вообще менялся саксофон на протяжении этих вот, ну, наверное, 150 лет, которые он существует, вот, и что вот представляет из себя тот инструмент, на котором вы играете, он современный, старинный, то есть насколько это... Он эволюционировал из очень простого инструмента, достаточно, я бы сказал бы, высокотехнологичный сейчас инструмент, и до сих пор с каждым, с появлением новых моделей он усовершенствуется. То есть, опять же, как я уже раньше сказал, еще не все возможности инструмента изведаны, и в том числе акустические, и меняются постоянно сплавы металлов, постоянно меняется даже лакировка, которая влияет на звук. Это если про конструкцию инструмента. Также огромное... Да, просто если взять, например, начало 20-го века и взять тот инструмент, и те аксессуары, на котором играли музыканты, саксофонисты тогда, то невозможно сыграть никаким другим звуком на тех аксессуарах и на тех инструментах. А сейчас намного больше выбор и, например, пластиковые трости появились. Такого не было. Ну, нельзя себе было представить. То есть, очень много хай-тека, я бы сказал. А ваш конкретный инструмент, он старый, молодой, насколько долго вы к нему привыкали, насколько срослись с ним? У меня есть один очень уникальный инструмент, это саксофон-сопрано с 70-х годов. И раньше я играл на новом инструменте, то есть, современном. Но вот этот инструмент, это Сельмер Марк 6, те, кто знает, они поймут. Я, как бы, очень долго охотился на этот инструмент и ездил, выбирал по многим странам в Европе и, наконец-то, нашел. И он уникален тем, что он, как бы, с первой же минуты стал таким продолжением меня. То есть, когда ты понимаешь, то есть, когда я пришел в магазин, мне сказали, что есть вот этот, попробуй этот инструмент, через 10 минут я вышел с кейсом, уже, ну, то есть, зная, что все, это такой мой инструмент. Любовь с первого взгляда, А насколько, насколько от музыканта зависит звучание, от инструмента, насколько вот он привносит индивидуальность в звучание? На 100%. То есть, это вот целиком он должен найти своего хозяина, для того, чтобы раскрыться сам инструментом. Абсолютно. Это как человеческий голос. Ну, то есть, у нас есть такое педагогическое правило, что если саксофонист может спеть, что он играет, он может это сыграть. И если он не может это спеть, значит, он не может это сыграть. Удивительно, да, действительно. И очень часто ведь есть переложения произведения, где саксофон заменяет голос. Саксофон официально считается самым приближенным голосом инструментом. Может быть, несколько слов о ваших педагогах. Как вы оказались в консерватории Амстердама, в классе Арно Борнкампа, и вообще, как вот судьба распорядилась, что именно так всё сложилось? Ну, я немножко заранее зайду. Я закончил Российскую Академию Музыки имени Гнесиных, а также аспирантуру у основоположника саксофона в Советском Союзе Маргариты Шапошниковой. И после этого у меня был один год перерыва, я очень активно преподавал, но всё время было желание поучиться где-то в Европе. И Арно Борнкамп это на данный момент один из лучших педагогов в Европе. У него в классе учатся два голландца и все остальные это все студенты со всего мира. Их 20 человек в классе. То есть он осознанно старается сделать класс международным? Нет, он ничего для этого не делает, просто к нему едут, потому что он я бы так сказал бы, что он один из немногих музыкантов сексофонистов. Потому что у нас есть очень много сексофонистов и не так много музыкантов сексофонистов. Поэтому я там и оказался и очень... То есть пришлось какой-то выдержать экзамен или прослушивание? Все по-взрослому. Уже имея как бы за плечами аспирантуру и там Гогмессинку, то есть это вот нужно было снова доказывать? Да, да. И я ни секунды не жалею, что я там провел там это время. Насколько вот обучение может быть в другой стране на другом языке? То есть как это было ли барьером, препятствием? Нет, с языком не было барьеров абсолютно, но обучаясь у педагога, у которого абсолютно другого мировоззрения и другие приоритеты и самое главное, что подход, когда тебе дают выбор и выбор за тобой, что очень сильно отличает, например, школу в подсоветском пространстве, когда выбор ты можешь делать только когда ты выпустился, из учебного заведения, то здесь на тебя возлагают всю ответственность за то, что ты делаешь и что ты, самое главное, что ты будешь делать дальше, после того, как ты выпустишься. То есть из тебя делают настоящего музыканта, настоящего артиста уже во время обучения. А насколько, если вот мы вернемся к записям, скажем, востребованные музыканты академические, например, в каких-то проектах, которые, условно говоря, можно отнести к рок-музыке, то есть известно ведь, что часто и Битлз, и Роллинг Стоунс, они приглашали музыкантов, саксофонистов для каких-то своих треков. Часто ли приглашают из академической среды? И с академической и да, и нет. Я не знаю просто, как часто приглашают джазменов, наверное, их приглашают чаще, потому что это их поле деятельности, то есть это их специфика. Если кому-то нужно классическое звучание или какая-то другая эстетика, то, конечно, ищут академических музыкантов. А насколько сейчас важно записывать альбомы, учитывая, что вообще вот этот мир звукозаписи переживает какие-то очень странные времена, то есть непонятно, где можно эти записи дальше продавать, то есть каким способом сейчас это все как будто бы еще в процессе какого-то устаканивания, если так можно выразиться. что для вас записи альбомов? Это какой-то этап, какой-то отчет? Для меня это самоидентификация в первую очередь. То есть это тот процесс, когда ты делаешь, потому что тебе это нужно. И, в общем-то, мне кажется, это кредо по жизни. Если тебе это нужно, то кому-то другому это будет интересно. Я абсолютно согласен, что сейчас убыточно со всех сторон убыточно записывать диски и издавать их особенно в физическом виде, потому что у многих просто уже нет даже CD-плееров. У них есть смартфон, они открывают iTunes или Spotify, и они эту музыку по подписке точно так же. поэтому, как мы привыкли после концертов, например, это уже сувенирная продукция становится. Но сейчас очень важен концепт, то есть чем можно заинтересовать потенциального покупателя или слушателя, это концептом и чем-то новым, что раньше не было на рынке. Но я знаю, что вы записываете ведь не только академическую музыку, у вас был интересный опыт записи саксофона с электронной музыкой, вот здесь это тоже какое-то выйти просто за рамки того, что... Да, это абсолютно, как говорится, out of the box, потому что это диск, который сейчас вот я уже на этапе подписания контракта с лейблом, он уже готов, и я надеюсь, что где-то через полгода он уже выйдет, и это как раз та самая самая идентификация, когда каждое произведение для меня лично что-то значит, и в общем концепция всего диска называется между строк сам диск, потому что также в этой электронике очень много текста и очень много вторых, третьих сюжетных линий, и конечно сам процесс работы над этим диском это что-то ну вот я себе вот несколько лет назад не мог себе даже представить, что такой мир существует, то есть я для себя открыл абсолютно новое что-то. Я понимаю, что это музыка оригинальная, это композитор Якоб Тер Вельхаус, да? В том числе да, в том числе Якоб Тер Вельхаус и есть два на этом диске два произведения Стива Райха, два контрапункта, которые переложены для соло-саксофона и ансамбля, предзаписанного ансамбля. Вот есть японский композитор Карен Танака с абсолютно сногсшибающей медитативной музыкой и есть произведение английского композитора Вилла Грегори Интерференс с радиопомехами, где саксофон, то есть там непонятно вообще саксофон играет или не играет, но очень интересно. И вы говорите, что это еще полгода нужно будет ждать выхода альбома, да? Да, я надеюсь, что через полгода он будет уже в доступе. Аудитория, насколько для вас вот этот контакт с аудиторией появляется, когда и насколько вот слушатели, которые приходят, вот они этот отклик, как он происходит? Потому что я понимаю, что на джазовых сейшенах это ведь одно, там саксофон обычно соло на саксофоне вызывает, но какие-то там отклики, одобрения, свист, хлопки вот в академической музыке, насколько там же совсем другая культура прослушивания? Вы знаете, так как последние наверное лет пять или шесть акцент идет в нашем репертуаре, который мы представляем, акцент идет в том числе на новые произведения, то есть есть элемент просвещения, поэтому мы всегда стараемся, когда мы играем вот именно в камерном составе с фортепиано, мы всегда стараемся разговаривать с публикой и ей объяснять, говорить то, что в общем-то не очень привычно для московской публики, где в общем-то я вырос, но вот этот барьер мы стараемся разрушать, потому что чтобы сейчас заинтересовать аудиторию, их нужно оторвать от гаджетов, но им нужно что-то предложить кроме звуков, им нужна информация, которую они могут в процессе переваривать или пользоваться в процессе прослушивания, то есть для этого с ними нужно разговаривать. концерт, насколько обычно идут споры по поводу дресс-кодов на концерте, насколько для вас например появление в публике в такой обыденной одежде, является ли это признаком неуважения или это просто современность? Вы знаете, есть правила, сценические правила больших залов, дресс-код, при котором ты не можешь выйти в том, в чем ты ходишь на улице. В Европе проще, но тем не менее есть еще какие-то, то есть редко можно увидеть в casual людей, но есть прецеденты, это все зависит например от того же самого репертуара. Если это соответствует репертуару, концепту, тогда можно выходить в том, в чем хочется. Главное, что было комфортно на самом деле. Ну, я надеюсь, что будет комфортно, мы просто заговорились, а на самом деле время у нас с нашей беседой уже подходит к концу, я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был саксофонист Виталий Ватуля, лауреат и победитель международных конкурсов, выпускник Российской Академии Музыки имени Гнесиных и Консерватории Амстердама, родившийся в России, сейчас живущий в Амстердаме, 14 и 15 подготовленная ну вот ко дню Святого Валентина, также 15 февраля в Церкви Старой Церкви Святой Гертруды будет тоже такая романтическая программа, где будет звучать музыка и Пьяцоллы, и Рахманинова, и Марчелла, и многих других композиторов, так что приходите, спасибо вам большое, спасибо большое, удачи, всего доброго. Вы слушаете Радио Болткома.